В Ереване прошел саммит ОДКБ. В столицу Армении прилетели президенты Беларуси, России, Кыргызстана и Таджикистана. Дома из-за болезни вынуждена остался лишь глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Роль организации договора о коллективной безопасности в совместном противодействии угрозам от терроризма и наркоторговли до открытого военного вмешательства. Для небольшой Армении, которая географически расположена в окружении более крупных государств, безопасность крайне важна. Армения придает важное значение успешному проведению саммита. Мы постарались сделать все, чтобы наша совместная работа была содержательной и результативной. Пошла на пользу взаимодействия наших стран в организации, способствовала развитию ОДКБ в целом. Главная тема встреч президентов – стратегия развития ОДКБ до 2025 года. У стран должен быть единый взгляд на защиту общих интересов. Например, терроризм – это враг у ворот любого государства. Особо выделю стратегию до 2025 года, которая сегодня будет одобрена главами государства, которая включает в себя основные направления дальнейшего развития нашего союзничества в контексте обеспечения коллективной безопасности стран-членов ОДКБ. Президент Беларуси Александр Лукашенко особое внимание уделил повышению международного статуса ОДКБ. И нам надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на довольно серьезный уровень, чтобы ее уважали, ну не боялись, уважали, и мы никого не уговаривали, чтобы нас признавали. На саммите обсудили более 20 вопросов. Уровень и состав военного контингента, коллективных сил, стандартизация вооружения и техники, а также бюджет и план юбилейных событий. ОДКБ в следующем году исполняется 15 лет. В итоговом заявлении президенты выразили озабоченность нарастанием террористических угроз, а также осудили развертывание глобальной системы противоракетной обороны в Европе.